Итак, дубль 2, часть 2 по установке интеловской карточки Intel DJ1 на чипсет, который якобы не должен поддерживать ее это Z97, Haswell, ну и Broadwell поддерживает процессоры стоит пока, это для теста я в тот раз поставил сейчас я ее закреплю, а то опять упадет телефон простенький процессор по конфигурации 3250 Haswell Nvidia карточку поставил, я в тот раз заметил ну не в тот раз, а в предыдущей установке что после того как поставишь интеловскую карточку и драйвера на нее установятся видно какие-то компоненты добавляются не исключено, я пока не уверен, но думаю установлю на всякий случай Nvidia он добавил свою панель правда 730 драйвера новые не становятся только старые, там 351 по моему драйвер установился вот сейчас установил драйвер на DJ1 завелся второй монитор ну естественно я пока доволен, но я еще не перезагружал то есть он его видит, вот надо осталось перезагрузить если картинку перемещаем, он на 4к туда его перемещает как бы в режиме расширенном, он сейчас подключен вот тут получается много тонкостей есть в самом драйвере я долго рылся, искал где эта собака зарыта установил практически все, ну не все, но почти все драйвера, которые предлагает Intel на своем сайте вот они там предлагаются и в версии эксешного файла самораспаковывающегося и в версии zip файла и в каждом отдельном случае пакет распаковывается в разные директории вот, ну сейчас правда карточка подключена через Razer через PCI Express X1 вот я сейчас попробую попозже перезагрузить если он подхватит это ж пока такая предварительная радость то, что он запустился уже хорошо это уже сигнал, потому что при установке удаления ну никак не реагировал только на одном драйвере он как-то там ожил и потух монитор, то есть сигнал прошел, не прошел в BIOS включал все, что можно и выключал там по умолчанию, конечно, все отключено в этой плате отключено включил виртуализацию на процессор ну сейчас пока включено, по крайней мере включил поддержку там была отключена там с дисками связана, ну пробуждение от сна Smart Connect вот это и еще одна там функция обе их включил и 4G decoding включал, ну не менялось ксм, правда он ставит по умолчанию почему-то в BIOS так же там единственное я в UEFI первичный драйвер поставил в настройках ну вот, наверное, пока предварительно и все а теперь перемещаюсь на экран тут тонкости есть, которые могут позволить установить на другие чипсеты эту карточку может быть опять-таки это предположительно надо как-то ее сейчас я настрою секундочку потому что информация как для меня она ценная оказалась, потому что знаю такие мелочи может возрасти объем продаж этой карточки если она будет устанавливаться есть и я вот думаю стоит ли и делиться этим или нет это своего рода, как бы опыт такой специфический ну, начну с драйвера значит перепробовал я разные версии драйверов скачивал с сайта интеловский даже бета драйвера есть драйвера последняя версия вот 94 я с нее начал начал здесь можно выбрать вот версии драйверов по моему с 13 начиная я пробовал 13 16 67 62 а нету здесь почему-то вот этой версии 64 до сейчас на данный момент я 64 установил она может быть на канале официальном там не бета обычном вот но факт тот что эти все я перепробовал все и ни на одном корректно оно так и не заработало это первый момент и вторая тонкость если мы устанавливаем драйвер компретной версии то есть 98 94 и у нас карточка не завелась а завелась она вот видно по диспетчеру то есть нет восклицательного знака добавился компонент график командный центр и мини ста драйвер ну вот эти три компонента должны быть в диспетчере если какого-то из них недоустановилось значит что-то некорректно стало вот этот вообще не устанавливался ни разу вот значит если мы устанавливаем конкретную версию вот 98 94 последнюю и у нас не завелась видеокарта то удалить ее можно только же этим драйвером то есть если хочется обкатать другой драйвер то есть вот этот скажем 62 при запуске он пишет ошибку и он не может как бы сместить и доинсталлировать предыдущий драйвер и это предлагает перезагрузить компьютер это по кругу то есть эта схема не прокатит то есть надо этим же установщиком вот который устанавливался драйвер им же запустить он до инсталирует эту версию а потом пробовать следующую и вот это тоже в процессе как бы тонкость такая обнаружилась то есть каким устанавливаем таким удаляем это первое второе меня смутило когда запускается он уже исчез вот он сейчас работает вот этот 64 драйвер я его распаковал в диск c папку intel она раньше создала вот его сюда распаковал нашу как обычно все видеокарты распаковывает nvidia сюда распаковала md я и ту и ту карточку подставлял сюда же intel распаковал из зиповского файла потому что эксешный файл он распаковывается в директорию другую если мы нажмем чтобы было наглядно если мы нажмем вот этот эксешный файл они что тот 500 гигабайт ой 500 500 сколько тут пол гига до 500 мегабайт его шо зиповский около этого если мы запускаем эксешный файл запускается утилита и смутило вот конечно я переключаюсь иногда то что сама установщик почему-то вот 32 бита до запускается хотя драйвера и система 64-битная но вот как и google он запускается в двух режимах обычном и 32-битным а этот запускается всего лишь в 32-битном режиме как сам установщик хотя файлы покажу просто уже подустал с этой установкой график файлы тут идут и 64 и 32-битные да в самом распакованном архиве вот они все 32 64 больше даже 64-битные а установщик чем не знаю чем это связано и как его запустить именно 64 бита и нужно ли это делать ну короче вот это вот меня навело на поиска почему она как-то так происходит что я за наблюдал процессе установки насколько корректно она подхватывает все вот эти файлы потому что в логах как по с фактом установки там ошибки вот были в конце но не этот файла там в том месте где он распаковывал короче ошибки он не находил некоторые файлы длл не находил я не мог понять то ли так драйвер то ли она насыпана в кучу и не дает до установить некоторые компоненты написано там кап разархивация error не находит пути и тому подобное то есть видно было что по драйверу он вот error location кап 02 файл да к примеру ошибка локации распаковочного файла в инсталлере почему и все и он его как бы полноценно недоустанавливает и здесь знак вопроса и это даже если обратил внимание они не совсем зависит даже от bios а от bios а зависит только писи экспресс и все что с этим связано работа с процессором пути а вот сам драйвер и работа на уровне системы вот именно в ошибках вот этих вот местах куда он его распаковывает вот значит вернусь опять загрузки вот эксешной файл если его нажать он начнет распаковывать распаковывать у него хитрую директорию на диск c но нужно сделать видимыми файлами в программ дата в пакаш кэш сюда в кэш и вот здесь он создает папку она как временная полтора гига получается распакованный архив из нее запускает установку и как бы файл отсюда черпает это эксешной файл и потом его надо самому удалять потому что я установил пять разных драйверов и тут было папок штук пять каждая по полтора гига на 10 гигов сожрала и хрен их как бы удалила то есть заняла 10 гигов места из этого места их как бы не удаляет получается в ручном режиме надо удалять вот это недостаток так что когда жрет место непонятным образом и второй момент он же также создает в application data сейчас если это закрыть но он файлы не в программ файл набивает помимо всего прочего а system32 driver store и файл репозиторий и вот своя папка с файлами это то что касается командного центра управления графика он должен появиться я еще не перезагружал пока я его не увидел ну логически так и вот сюда кучу насыпает своих файлов которые он распаковал и якобы отсюда должен командный центр system32 запускаться вот и так же он создает еще одну директорию в общей папке опять перехожу на диск куда тут в пользователи по моему application data да вот здесь должен он их где-то в этих папках он еще создает наверно на общей диск но нет ну я смотрел по по конечным путям то есть где-то он из этих папок создает себе не нахожу пока может у по удалял но установочный файл короче откуда он тоже также да да тут по моему пакетч тут тоже много файлов и он их очень много дублирует также забивает память прилично где-то в этой категории в одной из папок короче в какой-то эти файл ну ладно то потом или в темп темп то потом можно будет почистить вот это второй момент а если открываю мы скачиваем зиппорский архив и вот же я его далее распаковал тут больше теории поэтому я и делюсь и уж раз уж на то пошло распаковал ее сейчас еще раз в корень не можно считать диска ну папку intel и что я обнаружил когда вот она распаковалась то есть принципе установщик вот сам файл но файлы людьми лицензия и вот папка с самими файлами и когда я начал рыться по файлам любой из них нажимаешь правой кнопкой мышки и в свойства и каждый из этих файлов заблокирован не знаю почему то ли это особенности десятки то ли это особенность системы то ли защита какая-то ксм ну короче вот здесь внизу где атрибуты он пишет вот такую фигню я даже сделал скриншот вот нажимаешь по любому файлу вот этот командный центр в частности и он пишет осторожно этот файл загружен с другого компьютера и возможно заблокирован с целью защиты и вот нажимаем птичку разблокировать применить и окей и все и файл у нас получается разблокирован и сейчас они все разблокированы то есть что получается в момент установки так как файлы заблокированы он делает попытку ее установки по разбрасывает по директориям но по так как но они все заблокированы он на скажем так у них нет доступа к этим дал ком библиотекам и система их не может как бы прочитать и достучаться до них поэтому мне пришлось в ручном режиме тут сколько файлов около 300 наверное может 200 и от каждый взял можно сделать это каким-то образом может быть целиком выделить и вот и не сел включил youtube ролик пока полчаса там 40 минут прошло послушал но что-то другое и вот здесь каждый файл я сделал применить доступ как бы открыл из всего сразу вот когда я все файлы прошел как говорится в ручном режиме но она не особо и долго тут их не так уж и много во время установки сразу же вот как только установка прошла до половины драйвер 1 подхватился и монитор тут же раз ожил то есть видно было что он подцепил эти файлы возможно версия драйвера подошла возможно то что разблокированные делалки эти все и она сразу подцепила вот здесь и пойди гадай возможно потому что это бета-версия и эти драйвера скажем для опытных пользователей для разработчиков частности поэтому они с ограниченными правами да все 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 файлы и поэтому им нужно было их расшарить то есть открыть доступа для использования вот такую особенность я заметил и теперь пока вот все появилось я теперь конечно не знаю сейчас перезагрузить она может исчезнуть но то что она завелось на этом чипсете или гипотетические вот это второй монитор работает сейчас попробовать может наверно надо перезагружаться то есть базовые как бы знания приобретенные в этом опыте я изложил и если в дальнейшем кто-то захочет установить то вот такой метод может подойти сработать поэтому с драйверами сейчас попробую перезагрузить если он схавает его сейчас он может опять час выдать ошибку но кто его знает попытка не пытка но это уже прогресс я как бы окончательного резюме час не делаю потому что сам не знаю что получится в итоге вот и все после перезагрузки пока монитор молчит то есть момент установки она прошло корректно а теперь опять ошибку выдал но то что она подцепила это уже как бы прогресс поэтому будем двигаться дальше наверное в поиске возможно сейчас попробовать и включить режима отключение ксм режиму эфи может быть поэтому это уже как бы сейчас попробую еще раз перезагрузить а вдруг есть какая-то явно еще причина можно сказать которая вот не пускает этот драйвер во время загрузки системы всем но он просто из-за того что пищит вот когда его отключаешь сейчас такие настройки если я его отключу то нож по моему начнет пищать 10 не пока молчит вот где-то еще что-то не подцепил я так подозреваю режим повтора на драйвер я не нахожу командного центра строки куда он ее до установил вот она после перезагрузки вот так себя показала но это уже как бы прогресс сейчас буду искать где ну еще какой-то недочет потому что обычно появляется командный центр даже во время установки а тут он вроде бы распаковался но не появился тут может быть причина следующим потому что когда несколько раз устанавливаешь один и тот же драйвер он создает ну несколько этих папок с распаковка этих всех длл ок даже в драйвер сторы в директории и надо сейчас зайти почистить лишь не удалить он может быть конфликтовать с какой-то другой версией поэтому можно попробовать сейчас еще раз его принудительно обновить именно с той директории с которой в которую я распаковал и которую расшарил можно так сказать вот и все то есть я установил мнение с то а вот это драйвер он как бы спаривает два экрана написано вот только я его обновил и все и драйвер на ту версию которую я распаковал в принудительном порядке ну как бы именно точный драйвер потому что он может выбирать из предыдущего драйвера и полностью их вычистить из системы мне так и не удалось поэтому вот поэтому вот оба монитора работают в режиме по моему повтора нет сейчас я их нажму в режиме повторяющийся повторяющийся ну вот я думаю что надо опять попробовать перезагрузить потому что он не подхватывает все таки вот контрольную эту панель графики и вот панель управления nvidia есть а панель управления intel пока не вижу так что вот и плохо когда много разных драйверов приходится ставить они не очищаются из тех мест где откуда должны она была тут контрольная панель ну вот пока на этом наверное можно заканчивать потому что в таком режиме пока мягче через райзер но со второго PCI-Express слота со второго слота вот она работает можно карточку переставить теперь уже на место попробовать да сколько время а время еще есть ну попытка не пытка сейчас я ее выключу и посмотреть что оно из этого выйдет потому что райзер райзером а стоять то она в компьютере должна а стоять то она в компьютере райзер такой тугой и тут надо аккуратно почему потому что вот эти карты которые на 4 болтика всего крепят охлаждение они имеют такую способность двигаться да и когда мы со слота вытаскиваем карту держать за охлаждение она смещается смещается относительно чипа и можно легко сколоть чип если вот тут нечаянно на угол надавить одну сторону она вот так пойдет может пойти на перекос она же на пружинах и можно повредить легкую карту простым действием неправильного снятия поэтому лучше всего за текстолит пальцем поддевать и за текстолит стараться ее аккуратно вытаскивать потому что особенно старые карты там вот ну там где все те которые большие там где охлаждение закреплено больше чем 4 болта вот по всей длине те не страшно там крепко сидит охлаждение а здесь оно и на там где память если охлаждается может смещаться то есть нарушается система охлаждения получается вот эта тонкая и ну могут быть последствия плохие поэтому вроде процедура простая но если относиться к этому как бы без внимания то можно легко запороть карточку так попытка номер два но что оживает оба дисплея ожили то есть карточка во втором слоте с одной внутреннее видеоядро отключено биосе ну я пока не отключено там авто стоит я отключил мультимонитор но вот больше видно проблема была в драйвере я так понял в заблокированных файлах потому что они для разработчиков больше предназначены это одна из версий ну сейчас буду разбираться почему панель управления она вот еще надо обновить короче драйверы панели управления пошарить где остаточные файлы от предыдущих установок и по несовместимости вот этих самих панелей управления те файлы которые были добавлены ранее они я думаю конфликтуют с теми которые установлены как последние но так даже если в таком режиме она будет работать это надо наверно одну карточку ставить что эксперимент ради эксперимента попробую сейчас чтоб уже то что он завелся уже хорошо завершение работы сейчас переставлю ее в основной слот если она не запищит запустится то можно сказать что повезло ее можно и в нижнем случае оставить но не знаю интересно понаблюдать что она выйдет так одна карточка это выключено пошел у нас дисплейпорт в идее там должно быть ну да она поругалась конечно как без этого это но ксм сейчас наверно переключает да завелось но без изображения в первом слоте значит надо драйвер еще допилить что пытается но нет ладно сейчас нижний слот засуну что не особенно без разницы Продолжение следует... Пишет она на всех платах, потому что устройство неопознанное. Угу, тут тишина. Одна сама по себе что-то пока не особо определилась. Ну-ка возьму другой разъём. Система загрузилась, но... Изображения особо нет. Какой вывод? Будем мучить драйвер дальше. То есть то, что... В паре с какой-то он работает. Это одно. Я же почему как бы... Отталкиваясь от спаренной работы, он всё-таки рассчитан на... Более новые чипсеты. И... Опирается может быть на какой-то из драйверов. Но это опять-таки предположение. Окей, ставлю всё на место. Надо ещё обновлять компоненты, чтобы... Доустановилось всё как... Должно быть. И появился командный центр, потому что... Чего-то не достаёт, чувствуется. Сейчас будем искать чего. То, что без второй карточки... Не запустишь основную, конечно, это... Не очень удобно. Так, а как же сюда его добавить? Командный центр, если... Он исчез отсюда. Его просто не проверяем. Стоилось? Там. 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 Ты. Там. Там. Да тоже. Вроде тот стоит шестьдесят четвёртый, а как вот эти удалить, шестьдесят седьмой ну да, пообновляешь этот драйвер постоянно и он Сразу подхватывать второй монитор, а где он находится размещение Чё так много гейдов в шине Лавирус Систем тридцать два, сетал, папи, дэлл В общем, я сейчас буду искать, где дубляжи этих файлов, к которым он обращается Которые были раньше установлены, которые мешают работать вот этому последнему драйверу И в ручном режиме, наверное, повдаляю Вот в этом и недостаток всех вот этих интеловских драйверов Ну, в частности, несовместимых, тем более, что где-то хвастки остаются и он их повторно использует Вот Ну, а так, 40 минут В принципе На этом можно заканчивать Ну, как Что тут можно отметить Так Если корректно всё установить Доустановить И знать изначально, какое лучше устройство установить Это, получается, снести проще систему Знать версию драйвера Накатить по новой и установить свежий драйвер на чистую систему Тогда оно будет, как бы, быстро И не будет ошибаться, да К чему обращаться Вот Либо же в момент, когда будет сама винда обновляться До следующей версии 20 1 и 2, вот скажем Или какая там 20 То в этот период он также файлы новые создаёт Новая система И цепляет только те рабочие И в такой период После, ну Обновления самой системы Оно тоже часто корректно работает Потом То есть два пути Либо Снести систему с этими хвостами И установить по новой Либо обновить до более свежей версии И тогда, возможно, драйвера Будут более корректно работать Но основная идея была в том, что Распакованный архив Эти файлы были заблокированы Почему-то здесь И она не давала возможности В принципе установить корректно Весь этот набор Длэлок, которые Внутри него присутствуют И есть Ну, логически так Она должна работать везде Эта карточка Если вот драйвер Пробовать установить таким образом Ну и в биосе Вот Не каждый биос Лояльный К прошивке Которая в этой карте Он ее не понимает Поэтому издает списки Предупреждает Что оборудование Какое-то Которое он не понимает Но в принципе Как бы Дальнейшая загрузка Происходит с диска И на уровне Драйвера системы Система его подхватывает И изображение появляется Это конечно костыли Но так вот он и работает На несовместимых платах На этом наверное все Главное Что я его запустил А допилить Сейчас подумаю Как сделать Чтоб он Работал с одной картой На этой плате Он Это компьютер Получается Благодарю